Стой, стой, стой! Ох, как вывешивается Каен! Испытываем на полную катушку! Стой, стой, стой! А, на подрамнике? Ох, ну это совсем уж круто! Всем привет! С вами Джонни Ноксвилл, Паша Ноксвилл, Саша Ноксвилл, там Макс Ноксвилл, я Тёма Ноксвилл. И мы попытаемся не перевернуть Парше. Диагоналки сейчас не видно, но в этом и суть. Мы готовимся к зимнему сезону, у нас лето много гонок. И, соответственно, гелик сейчас прокатится, но здесь ему так, ничего страшного, а дальше он будет повеселее. Да, понятно, что на картинке ничего не видно, потому что я даже живую практически эти диагоналки не вижу. Вот здесь вот ямка и вот здесь ямка. Вот они по диагонали, так скажем, идут. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну вот, по сути, это... Ты сейчас чуть-чуть, если назад откатишься, ты бы... Вот! А, нет, это колесо висит. Вот это висит колесо. А то колесо заднее... Ну, понятно, что не висит, потому что она облокотилась назад. Олег, ты что, включил, нет? Все включил? А, середину зад. Ну, я думаю, что гелик даже без блокировок бы, наверное, сейчас бы поднялся бы, спокойно бы. Он уже здесь и зимой, и летом проходил. Уже во все времена мы пробовали заезжать. Косим чуть-чуть бурьянчик, который вырос невзначай по этому месту. Олег, у нас на гелике как это... Не просто техничка, как трактор, который с грейдером едет и косит всю дорогу. Вот. Охренеть, конечно. Сзади колесо вывесилось. Не видно отсюда. По воздуху крутится. Еще вперед чуть проедь. Вот. Все, отлично. Стой, стой. У тебя даже вот это колесо висит. А, ну да. Ну, чуть-чуть будет точка опор сзади, получается. Прикольно. Прям нормально. Даже гелик смогли вывесить. Так вот технично, методично поднимается Глентваген. Вот так вот жужжит там вдалеке Порш Каен. Порш Каен. Убирать крутятся колеса. Но, честно скажу, это чит. Сейчас откатился, цепанул землю и потом поехал. Во! Нормально. Все. Огонь. Висим. Он схватился, нет? Не, он подкусывает. Имитация однозначно работает. Блокировок, короче говоря. Вот. Он уже выезжает на диагональ. Во! Работает. Работает. Стоп. Все. Нормально. Справляется с заданием Поршек. Габай. Здесь, получается, диагональ сохранили. Можно будет поглубже ее сделать. Поглубже. Слегонца, да. Не сильно, не переусердь. Тут уже подъем пошел. Поехали. Там еще, видишь, горка. Она сейчас прикататься, что меньше будет для нее перекатывать. Давай, 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 давай. Еще, 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 еще. Так. Олега, не получилось. Отключил блокировку и выехал. Все. Во! Открыл. Так. Ну что, тестинг пройдет? Надо углубить немножечко эти ямочки. И, в принципе, все, огонь, да? Поправить ландшафтный дизайн, получается. Мы природу, смотрите. Мы ее вообще не портим, потому что у нас была готовая здесь заготовка. Земля была, да, готовая. И, смотрите, здесь выросла трава больше, чем в других местах. Соответственно, там, куда мы прикасаемся, растет растительность еще быстрее. Ты меня обманываешь? Или ты мне врешь? Накопали. Еще сильнее после елика подрыли, получается, ямочки. Отлично. Все, Паша выезжает на первую диагональ. Буксует у нас. О! Ох, как вывешивается Каен! Стой! Красиво висим. Поехали, Паш! Крутится по диагонали колесики. Имитация блокировок срабатывает. Вот, как раз сейчас мы Каеном и нароем, разроем ямки. Выехал. Давай, эти ходом проезжай. Время не будем терять. Сказал я. Слушай, нормально. По такой дороге Каен вырывается. Зимой здесь будет очень хорошо. Нормально яму сейчас подрыли. Я думаю, даже оставим так, как есть. Зимой здесь пару первых машин. И все. И до свидания. И бац, 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 бац. Ладно, двигаем на следующую локацию. Посмотрим, покопаем, подготовимся. Ну, поехали, поехали. Че, Порше испытываем на полную катушку. Стой! Ладно, уже езжай, хер ли. Зачем я тебя остановил? Вывешивается Поршик немножечко. Скрипит под крылок. Ладно, это подровняется. Это не страшно. Так, ну, у Гелика, естественно, свес намного короче, намного меньше. Может он себе позволить не брать сильно большой угол и выезжать спокойно, так скажем, поперек вы. Смотри, Гелик настолько хорош, что ему не нужно ловить диагоналку, чтобы проехать в том месте, где не может проехать Порш. Мы можем это сделать с разгоном, а Гелик нет. Павел у нас сегодня рулит. Тут довольно-таки сложный маршрут, но если нужна возможность починить свою машину, то всегда можно залезть вовнутрь и ее починить. Выйди пешком, посмотри. Уже поздно? Не, ну сдать-то назад можно. В общем, здесь и для лета очень интересный маршрут, очень непростой. Но нюанс есть, нужно проезжать это дерево, и я думаю, что мы его просто не проедем. Что, на Порше до сюда доедешь? Колеса ровные, нет? Доеду, только не выеду. Смотрю, он вывешивает. Я вижу, вижу, вижу. А пускай поворачивает потихонечку влево. Колеса прямо, может быть? Да. Загнали гелик в канаву. Мы же еще жестко загнали. Прям такой маленький, отсюда кажется. Вот так надо снимать. Ой, Олега. Ага, вот диагоналки ловим. На заднее правое колесо. Да-да-да-да-да-да-да. Пошел сильный. Оп. Ну, я сейчас перепрыгну. Очень страшная ситуация. Подожди. Очень страшная ситуация, говорит Саша. Смотри, ситуация. Ты каждый раз, когда я тебе понял, что тару ты походку сделал. Начал сюда заряжать. И ты вроде ехал, 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 ехал. И потом все равно тебя стащило. Я вижу, я туда начинаю рулить. И у него как-то подворота что ли не хватает. Да, и тебе, может быть, чуть-чуть вперед. Назад поед, чтобы вот так вот поострее вышли. Нет, там сухо, кстати, все нормально вообще. 93-го года машинка. 100 лошадей. 136. 138. 136 лук. Чего ты мне рассказываешь? Нет геликов с такими количеством лошадей? Саня заманил в ловушку. А на своей машине-то не едешь никуда? Ну, хочу заметить, оправдание свое, оправдаться надо. Я предложил сначала пешком пройти, посмотреть. А это мы вырежем. Нет, 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 нет. Просто тут сейчас занято, понимаешь? Поэтому на своей не едем. Копатели, вперед! Продолжаем эвакуацию. Так, ну теперь просто вперед. Стой, 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 колеса, да, поворачивай. Во! Все равно сползает. Пытается зайти, съезжает пока. Еще чуть-чуть вперед по той же самой манипуляции. Я ловлю, как будто я ловлю. Да, да, как будто ты его словишь. Во, вот сейчас. Что там спели? Да, да, если не получается назад, то надо сделать вперед. То есть, алга. Артем контролирует положение. Кстати, лишние даже деревья чуть-чуть срубили. Не так уж нам они и мешали. У него вроде колесо так сильно наклонено. Но он мостовый. Его везде стаскивает. Все. Блин, свесы, конечно, маленькие. Спокойно вперед прошел, выехал. Каен бы с бампер бы оставил бы сейчас. Да, да, да. Ё-моё, как на парковке за два разворота. Вот, теперь он проехался по площадочке. Придется мне быстрым шагом спускаться. Все, в принципе, выехали. Мы победили этот враг. Да. Мы сделали это. Фух, это было сложное испытание, конечно. Я думаю, что через диагональ как-нибудь поедешь. Он просто прямо. На, в диагональ. Ты смотри, работает. Работает имитация блокировок на Каене. Подкусывает колесико и заезжает. Ну, надо, знаешь, что сказать честно. Объем здесь хорошо, да, решает. Моменты дохерищие. Просто вот вывозит. А почему Олег меньше собрал? Говна. Он на переднее колесо собрал. Смотри, какие шикарные кадры. Просто изумительно. Почему мы не взяли с собой с пятой? А он вообще не вывесился. Ой, я не могу. На этот Каен у нас выйдет большое полное видео. Возможно, какие-то кусочки уже попадут в сам фильм про этот Каен. Как мы его достали. Как мы что-то с ним сделали. Вот. А сегодня у нас тестинг. И вот мы наконец-то в полном его... в виде испытывай. Потихонечку поднимается. Ну, давай, давай, давай. Колеса. Стой. Колеса поверни на меня. Ну, как-то... Сильно. Не, не вывесился. Стой, стой, стой. Аккуратнее с приводом, да. А, ты съели. А? Сел, давай. Сей. Прямо колеса лучше сделай. Назад. Он сидит на подрамнике. А, на подрамнике? Ну, тогда назад давай. Все. Во! Все! Стой! Во! Вывесился! Наконец-то! Это надо споткать. Короче, давай. Ты уверен? Давай! Блин. Подожди. Держишь? Блин, мы это на видео снимали. Я знаю, я и хотел. Саша, ты как удлинитель. Красиво, красиво! То есть, полного привода Каена или там Туарега, к примеру, для таких вещей очень даже хватит. Ты на пониженной? Нет, нет, блокировок на Каене. Так, не хватает зацепа. Гелик прошел здесь вообще без каких-либо нареканий. Просто спокойно на... даже не вывесился. Так, Паша включил блокировочку, все. И прошел. Я включил, да? Да, включил, сразу пошел. Понятно. Ты блокировками же севую пониже не включал, нет? В натяг Келик заезжает. Да, вот Паша сейчас поинтереснее угол взял. Но может порогами цепануться. Ну, ничего страшного. У нас для этого Каен и должен был, чтобы цепляться порогами. Вот, вывесился по диагонали. Как поднимает высоко машину. Слушай, а Каен хорош. Марк был хороший вообще. Это как Келик, только очень дешевый. Он интересен абсолютно всем. Посмотрите, даже Скотт идет на него посмотреть. Здесь песок. Олег в очередной раз не стал идти пешком. И решил поехать сразу на машине. Да, конечно, когда человек знает, что у него здесь есть три копателя, можно ехать не бояться. В принципе, вот такой долгий затяжной подъемчик. Что там, нормально выездить, да? Через пыль. Ну, в принципе, и забрался. Поэтому протестируем этой зимой подъемчик. Он очень интересный. Выезды можно делать крутые в эту сторону. Ох, на диагонали у нас по песку буксует Гелендваген. Пока я тут рассказываю о планах на будущее. Подъем не такой уж и маленький. Там бегает вдалеке Максим. Вот, если сделать вот такой крутой, ох, ну это совсем уж круто. И зимой здесь далеко не каждый сможет подняться. И даже сам Олег, если честно. Это сейчас было очень круто. Если здесь будет скользко, все. Сейчас он развернется, соответственно. И мы протестируем это место в подъеме на диагоналку. А диагоналочки сделаем вон там, вон. Вот так вот разворачивается Олег. Кто бы подумал, что в наших просторах, где все плоское, можно найти склоны и очень даже неплохие. Такие вот прям картинка, конечно, интересная. И вообще не похож на Омск отсюда. Как будто бы где-то на Алтае. Просто безумно шикарная картинка. Отлично. Ну ладно, мы, по крайней мере, поняли, что машина заезжает, проезжает и можно где-то копать. Интересный заезд. Зимой, кстати, вот здесь не сразу же заедешь, скорее всего. Где сейчас Каен у нас чуть-чуть пробуксовал. Может, дорога у нас будет накатана. Пускай так едет, он потом попадет в ямки. Давай-давай-давай-давай-давай. Оп! Все, ровно колеса, ровно. Ну, идеально, да? Да-да-да, прям супер. Все, отлично. Пошли теперь вперед. Давай-давай-давай, поехали пока. Только чуть-чуть туда возьми. Все, вот, ровно. Олег, это все, корректируй. Она пониженная с блокировкой? Ну, тебе надо побольше разгончика. Что? Подсадили Каен? Ты бы один, Паш, это, ехал. Во! Промахнулся, ну, это, да? Промахнулся? Ну, сложно все равно. Ну, да-да-да, сложно поднялся. Все, Артем у нас уже настоящий штурман. Возможно, его придется именно штурманом, а не с камерой бегать, чтобы он, смотри, прям шарит. Только это штурман, который заведет вас куда-нибудь. Так, стань перед ним спереди, а я буду сбоку снимать. Так, 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 давай-давай-давай-давай-давай, оп. Все. Ну, первая, самая первая маленькая ямочка на простенькое была. Здесь у нас вот по ямам как раз, вот он хорошо по ямам попадает, выезжает. Ну, а здесь уже без сложности. Welcome to Saint-Tropez, хотел мне сказать, но у нас welcome to наши леса. Короче, мы провели небольшую разведку, нашли дополнительные локации на наши будущие зимние сезоны. Подготовили, Максим сегодня порулил и попутно сделали небольшой тест для Каена. И не в сравнении, но в дополнение у нас был Олег на гелике, который показал мастер-класс. Но на фоне гелик и Каен, в принципе, неплохо на летней трассе смотрелся. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok